Дорогие друзья, всем Маткульт привет из Новосибирска. Ратибор, привет, привет. Ратибор согласился разобрать задачки, некоторые задачки из нынешней международной олимпиады. У тебя золото, да? Да, золото. Золото. Вот, поздравляем Ратибора с еще одной победой. Вот так вот. И послушаем сейчас что-то интересное. Так, ну хорошо, я расскажу задачи под номерами 2 и 5, потому что они сложные, на подумать, но при этом само решение довольно коротко. Вот. Итак, задача 2. Нужно найти все пары чисел А, Б. Натуральных, если я правильно помню. Натуральных, так. А, Б. Такие, что у нас наибольший общий делитель. Ну, я думаю, что по-английски написать это не проблема, на самом деле. Вот. Нод, короче. Короче, нод от двух вот таких вот выражений равен G для всех достаточно больших N. Стабилизируется нод. Ну, да. Стабилизируется нод на числе G. Вот. Так. Ну, значит, над этой задачей можно очень долго думать, и это именно потому, что решение на самом деле простое. Это очень хочется вычесть их друг из друга. Но это не поможет. Вот. Не поможет. Суть в том, что мы хотим подобрать такой модуль M. Ну, то есть M тоже натуральное число хотим подобрать. Вот. Что у нас при сколь угодно больших N, оба этих числа могут одновременно делиться на M и не делиться. Вот. Ну, то есть мы хотим получить противоречие. А, то есть ты ищешь при каких не получится. Я сейчас докажу, что почти при всех A, B это неверно. Потому что можно найти специальное число. Вот. То есть для какого-то M почти для всех пар A, B получается? Нет, нет. Это M будет завязано на A и B. Завязано на A.B. Для каждой пары A, B подбирается M. Вот. Такое, что при некоторых N делится, при некоторых N делится, при некоторых N, при некоторых N делится. Понятно, что мы хотим вот... А-а-а. Простое M или нет? Нет. Мы хотим анализировать A в N по модулю M. Ну, по сути. Вот. Поэтому понятно, что M, наверное, должно быть взаимно просто с A. А, чтобы, ну, работала там терема фирма, терема Эллера. Да. По списку, вот. С B так же, вот. Но при этом мы хотим, чтобы B и A по модулю M были, ну, попроще. Может быть, их можно на что-то заменить по модулю M. Вот. И так просто методом тыка научного я не знаю. Команда додумывалась до этого по-разному. Но так или иначе... Ух ты. Ух ты. Да ты что. Берем такое значение M. И что, команду у всех примерно... И разглядываем. Примерно одно и то же, да, было здесь? У большинства. Ух. Я не буду загадывать, потому что я там не разбирался досконально во всех решениях, которые были у нас. Слушаю. И получается, что A в N и плюс B сравнимо с A в N и минус 1. Вот. По модулю M. Ну, я думаю, понятно. B минус 1. B минус 1. Да, сейчас A в N, да, B. А, нет, тут одна АТ. Я прошу прощения. Давайте вот пере... Переоткроем этот факт. У нас A, B... Сейчас. Да, A, B... Сравнимо с минус 1, помодливаем. Да, поэтому оба взаимно просто с M. Да. И поэтому они еще и взаимно обратны почти. Да, да. Другу. Так, то есть существует остаток, который является одной АТ. Вот. И сейчас, значит, B плюс 1 АТ, это то же самое. Мы видим, что это одна АТ на A в N плюс 1 и минус 1. Вот. Ну и тут в силу идет теорема Эллера. Так, 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 так. Значит, итак. Итак, для А существует обратный, ну, который просто минус B, на самом деле, равен по модулю M. Минус 1, B. Нет, для А это минус 1. А, соответственно, мы умножаем его на А в N плюс 1 минус 1. И получается, что А в N плюс B это как раз вот это. Да, да. Вот. По модулю M. Так. Ага. И здесь мы видим, что если N плюс 1 делится на φ от N. Да. То... Вспоминайте, если кто хочет... Если кто не понимает, сейчас смотрите мою лекцию про защищенную передачу данных, механизм RSA, там все про эту функцию Эллера есть. Так. То А в N плюс B сравнимо с нулем, потому что это обнуляется по модулю M. Да, если N плюс 1 делится на φ от M, то мы получаем, что А в N плюс B делится на M. Ну, по абсолютно аналогичным причинам, потому что у нас просто определение M симметрично относительно этих ребят. Вот. А, и это тоже, потому что и А, и B будут в степени φ от M равно 1. Да, да. А, и B, оба. Вот. Ух ты. Понятно, что мы вот такие N можем сколь угодно большие брать. Конечно, да. Отсюда получаем, что раз у нас нод их с кодом момента равен G, но при этом они оба могут делиться на M, значит G делится на M. Конечно. Вот. Угу. Ну, теперь давайте подставим так, чтобы вот это было неверно, а точнее чуть-чуть неверно. То есть мы просто сделаем, чтобы N делилось на φ от M. Вот. Тогда вот эта штука, она, допустим, в этом случае будет сравнима с A в N плюс 1. То что это A в N на… Это A. Это A. Это просто A, да. Вот. И получается 1 A на A минус 1. Да. То есть 1 минус 1 A… Ну, такие N опять же бывают сколь угодно большими. Да. Большими, вот. Значит, у нас… А у нас при сколь угодно, при достаточно больших N, вот эта штука делится на G. Да. То есть на M, вот. То есть на M. А значит, вот это сравнимо с нулем. Да. По модулю M. Ну, как мы знаем, 1 A – это… B, минус B. Ну, можно просто на A, да, множить это, потому что A является образовым элементом. Да, да. Ну, и даже не… И получаем… Не потому что… И получаем, что A минус 1… Только… Так. Делится на AB плюс 1. Вот. А-а-а. Ой. А. И этого не бывает. Бывает. Ну, бывает при B… Да, вот. И получается, что A равно B равно 1. Ну, да-да-да, бывает. Так. Я надеюсь, что я тут ничего не пропустил. Все, бывает. Только если A равно… Ну, да. То есть если A не равно 1, все, приехали, мы уже получаем большее число, чем меньшее. И не делится. Так. Слушай, как круто. Ну, вот. Все коротко. Главное. Ну, вот это понять, это может занять 2 часа, а то и 3. Да. Я честно тебе скажу, что увидев эту задачу, я стал вычитать B в N минус 1 умножить… Вот это минус B в N минус 1 умножить на вот это, чтобы сократить B в N и A пошло в этот самый. Ну, ничего не смог понять. Ну, все вначале начали этим заниматься, но… Вообще другой путь. Офигеть. То есть это, значит, получается, что ровно при этом M, вот именно при таком M, получаются фокусы, что каждый какой-то раз оба они одновременно начинают делиться на M. Да. И в этот момент G, значит, раз это происходит бесконечное количество раз, значит, если финально G один и тот же, значит, G должен делиться на M. После чего мы приводим ситуацию, когда, наоборот, N делится на F от M, что тоже бывает очень-очень много раз. И, соответственно, каждый такой раз мы получаем, что A минус 1 делится на M. А M – это AB плюс 1. Понятно, что только при ровной единице. Да, шикарно. Ух, как! Это просто восторг задача. Слушай, просто восторг. Так, отлично. Ну что, пятую, да? Ну, давайте пятую. Давай пятую. Разберем. Я пока стираю. Ну, пятую я уже даже не видел. Ну, в общем, пока вы стираете, я просто скажу, что пятая задача стала такой во многом обманкой. Ну, то есть я слышал какие-то толки о том, что ее чуть ли не поставили в вариант, чтобы попробовать убить китайцев. Ну, или вот что-то такое. Какие-то байки, вот. И типа… Суть в том, что вот даже в прошлом году мы с вами же записывали решение прошлого, Межнар. Вот. И там была задача про кружочки. Вот. Да, помню, помню. Где… Вот как-то вот так. Да, он ходит там вот как-то вот. И там были вот эти множества вот такие. Да, да. Не будем вспоминать сейчас полностью, но, в общем, суть в том, что там было дано n, а ответ был примерно log n. Да, и ты там воспользовался какой-то теоретный поток, что ли? Ну, там про антицепи что-то. Да, 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 да. Вот. Ответ был примерно log 2… двоичный n. Я не помню, там то ли вверх нужно было округлить, то ли вниз, то ли плюс 1. Вот. Ну, суть в том, что ответ был логарифмический. Да. И, ну, понятно, что все, кто писал этот Межнар, эту задачу знали и помнили. Да. Вот. И сейчас вы поймете, почему это сыграло с нами злую шутку. Ага. Пятая. 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 Это еще не самое сложное. Да, пятая. Это еще не самое сложное. Самые сложные там, ну… Третья и шестая. Выяснили были. Не под силу. Так. Хорошо. Есть клетчатая доска, у которой 2023 столба. Столбца. Да. И 2024 строки. Угу. Вот. В некоторых клетках ее сидят монстры, так называемые. Вот. Угу. Причем условия похожи на условия не бьющих друг друга ладей. Почти. То есть у нас в верхней и нижней строке монстров нет. А в оставшихся 2022 строках стоит в каждой по одному монстру. Вот. Ммм. Да так, что при этом никакие два монстра не стоят в одном столбце. то есть у нас фактически вот в этом под прямоугольнике 2022 на 2023 расставлено вот столько не бьющих друг друга ладей. Ну да. То есть один столбец пустой. Да. Вот. И тут… Так. В дело вступает улитка. Ох ты. Ха-ха-ха. Вот. Улитка. Это главный герой задачи. Улитка умеет садиться в какую-то клетку в первой строке, а потом переходить в соседние по стороне клетки и так строить свой путь. Она может откатываться. Ага. Как заблагорассуется, но только ходи в соседнюю клетку. Вот. Дааа. Ее цель в конечном счете добраться до низа. Ага. До нижней строки. Вот. Вот. Но если она врезается в монстр, то есть наступает на клетку с монстром, то… Ээээ... Я не знаю, она там умирает и возрождается или что-то происходит, но в общем суть в том, что ей нужно будет начать все сначально. Вот. С той же клетки? Или вот вот эта? С первого ряда. Она же свободно может по нему перемещаться. то есть это вообще не имеет смысла она просто с первого ряда начинает так вот и значит а где монстр естественно никто не знает и где монстр и она конечно же не знает вот и 3 требуется определить минимальное число n пусть к минимальное число к так такое что ей хватит капа попыток ухты заведомо да да вот то есть нужна какая-то фиксированная стратегия она умна она запоминает место ну да да взорвалась да да она все помнит вот и запоминает где не взорвалась ну то есть да на полностью состоянии может ну да вот 2022 не предлагать вот ну и конечно же нужно сделать от оценочку насчет того почему меньше нельзя лучше попыток вот ну и видите да тут вот мы ходим как-то между раз разбросанными монстрами и тут мы ходим вот это же мы хотим сверху вниз вот и на самом деле куча народу но я уверен что не не только у нас начали придумывать там какие-то логарифмические штуки в силе того как можно допустим вот из такой ситуации улитка вот тут стоит и она хочет как как-то спустится прямоугольник в два раза меньше ну или вот очень схематически обрисовывают то что в в головах происходило в погоди слушай сейчас что-то я не понял а вот я вот беру и просто нет что-то не так что-то я не понял вот я беру и спускаюсь вниз да если взорвался просто а блин он же никуда не девается монстр то есть я спускаюсь вниз и я нахожу его на этом не да что мне это дает мне это дает что здесь их нет больше ну и здесь есть а и здесь не надо попытаться а сейчас попытаться обойти и если вот той вот только вот вы уже начинаете раскручивать эти могут диагонально слушай так 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 диагонально они могут блин и конечно да если бы я вот знал то я прям по столбцу бы спустился и все то есть диагонально мы можем поставить их так что они почти до конца достают где-то одна дырка и непонятно да слушай я я вот честно я вот вангую я ее не видел вообще даже не вникал просто не вникал совсем я в отличие от той предыдущей куда чуть-чуть подумал и первых дети целой части вот суммируются я понял что четные годятся а годятся ли какие другие вот но суть в том что вот я вангую что ответ очень близок 2022 и короче это оказалось полной ложью вот то есть мы искали логарифмы как какие-то мы искали то все но оказалось что ответ не зависит от размеров доски лишь бы им быть ну вот отличаться там на единицу и быть ну достаточно большими просто вот смысле большими ну всуну всуну что там для доски там 5 на 5 1 на 2 я думаю будет другую в общем для всех адекватных досок ответ вообще не зависит от ее разу что то есть 2022 просто ни при чем но я очень долго думал на чтобы это понять это константа да это это ужасно причем очень мелкая это вот упады все наоборот она там вообще я полностью противоположное угадал то есть хватит типа двух или трех там попыток ну да да значит что мы хотим делать а подожди если здесь взорвался то здесь не взорвешься да да слушай если я пошел сюда и здесь зарвался следующий раз пойду сюда и здесь не взорвусь и пойду сюда и вот если здесь взорвался да уже два взрыва да а значит сейчас потом спускаться еще в ту сторону и вы короче да нет непонятно не просак вот просак да очень маг суть в том что улитка не будет пытаться просто на на пролом сразу идти очень сильно вниз вместо этого она будет sky сканировать по рядам вот то есть в чем в чем суть она заходит в первый в первый ряд и сканирует его вот есть три случая либо она на напоролась на монстра где-то либо на монстра с краю либо не напоролась вовсе да так они нет не не напоролась вовсе нет случая потому что нет должна напороться за каждый стресс таки по одному вот так значит она напоролась если она либо напоролась где-то здесь да то мы делаем вот что мы просто ну мы же знаем тогда что вот тут никого нет да 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 мы хотим залезть под него чтобы потом устремиться вниз вот ох тыж пытаемся залезть не получается идем вот сюда а если монстр вот это это значит что вот тут нет ничего и путь за три попытки открыт вот так то есть если не с краю ну да не с а что если с краю ну там нужно применить чуть-чуть еще выдумки вот значит делаем вот что да мы напролись на монстра с краю да тут никого тут не никого вот и значит дальше нужно и вот тут неприятная ситуация если они все по диагонали да да вот значит и сейчас дайте мне секунду чтобы вспомнить как сканировать это дело по-настоящему хитро короче говоря далее мы будем сканировать строки вот по такому треугольному принципу вот вот то есть мы будем исключать вариант диагонали нет мы будем нет у нас есть вот это диагональ который может быть да да и вот мы будем будем сканировать все над ней вот но если я не ошибся мы вот здесь нашли монстра прям вот это диагональ она по размерам так как тут 2023 на 2000 вот просто в угол должна влететь она влетит в угол да но в углу монстров нет ну это последняя строка да тут тут ничего нет вот да давайте сразу как мы сканируем вообще мы просто спускаемся в начале эту строку полностью обходим если выжили спускаемся эту полностью да потом эту и и т.д. вот если мы дошли до сюда и выжили то мы просто все прыгаем сюда и побеждаем за 2 вот ну хорошо давайте предположим что мы где-то до промежуточном месте нашли отыскали монстра вот но при этом все те строки что над ними уже просканировано то есть они пусты вот но друзья что мы понимаем у нас вот вот здесь вот пусто просто ааа это может стоять вот даже если с краю так как мы идем вот поди ага на ли у нас все равно до этого все это клеточка уже просканированы которая как я делаю где которую мы пойдем да это гениально но это просто гениально короче тоже тоже 33 ответ 3 мы еще не проверили почему меньше нельзя но я думаю вот этот пафос куда повысили вообще да это просто вообще это вообще а что про и что нельзя на 2 нужно доказывать уже какой-то констру вот интересно как это все доказывали ничего не не надо на самом деле то что на 2 нельзя это понятно вот предположим у улитки есть какой-то алгоритм на 2 до но в этом алгоритме она входит во вторую строку до на пить на первом ходу до ставим монстре ей просто вот попадается с первого развод она возвращается вот и и пытается что-то поделать вот но она не захочет врезаться в этого потому что и еще надо до низу до дайте вот но просто посмотрим первый момент когда она в третью строку войдет вот да и и поставим его не поставим и типа ну и туда и и все ничего не успел для любого ее алгоритма существует моменты входов во вторую строку входа в третью строку ставим монстра там и там и все обалдеть это просто восторг кто это выдумал не знаю но это можно будет в шорт-листе это сели в решениях посмотрели шикардосно просто вообще до убийственная просто задача честно говоря как раз 2 и 5 они очень много времени много времени до при том как легко разобрать да то есть вот этот случай когда такая да янта полная ситуация предъявленное решение быстро рассказывается попробуй его выдумать да слушай спасибо огромное чего-нибудь еще расскажешь еще давай я буду постираю ты можешь если не помнишь рассказать например идею но очень интересно про эти вот целые части про какой-то про целые части да там четные конечно же я чувствовал что четные я что-то никак не мог добить вот доказательства что остальных пойдет в первых задачах обычно не бывает неожиданных ответов ну да да сейчас я стеру от сотруд и пока расскажешь да а я пока вспомню условия потому что все не а ну вы наверное помните я помню что нами берется целая часть н прибавляется за этом вот они складываются не целая сократно тогда рад на сейчас кратно целая часть а да да и так есть действительное число альфа да и не обещаю что я самое простое решение скажу но как но какой то вот и значит мы знаем про него что она обладает следующим свойством для любого числа n натурального у нас верно что вот такая сумма целых частей точно делится на n да вот и спрашивается для каких альфа это верно вот ну что я могу сказать я расскажу единицы неверно лобовое решение надо для целого числа 1 неверно но для целого числа 2 верно для начала поймем просто что вот равно альфа на сумму первых н чисел это вот столько вот вот ну и мы понимаем мы понимаем что если альфа это целое число то вот эти все не целые части они не влияют у нас просто получается вот это чтобы это на n поделилась нужно чтобы двойка в знаменателе было гарантированно и мертва то есть она чтобы альфа делилась на 2 то есть альфа чётное целое это подходит до до этого я допер вот я пытался доказать что другие не подходит а дальше что вел ну давайте посмотрим сколько мы вычитаем из этой штуки да ну смысле из этой когда округляем вниз получается что у нас альфа на n плюс 1 пополам минус сумма дробных частей да 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 вот это все делится на n ну давайте поделим поделим да ухты просто польза альфа на n плюс 1 пополам вот минус какая-то штука вот почему хорошо делить но по той причине что вот каждая из этих слагаемых коих n она вообще говоря от 0 до единицы да вот поэтому вот эта вся вещь она от 0 до n вот и поэтому есть какая-то вот такая интуиция что как раз мы ее делим на n да то получается какое-то число от 0 до единицы вот это целое должно быть да и это должно быть при любом н целая да вот но смотрите у нас вот это число от 0 до единицы да то есть мы из какого-то числа вычитаем число от 0 до единицы получаем целое это значит что неизбежно то что мы вычитаем это есть дробная часть просто в этой штуке да вот конечно конечно дробная часть просто равно ну да 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 правильно ох ну хорошо в общем то с этого момента я помню что у некоторых моих сока сокомальников были решения нам намного менее техничные вот но моё это просто самое лобовое из понятной идеи потому что смотрите вот тут мы по сути при больших n мы ищем среднее значение дробной части альфы ну грубо говоря при больших вот 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 это это просто среднее арифметическое выражение вида к альфа да 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 до своего не так не секрет что для всех альфа и確 esta средь это среднее она просто пределы имеет вот но это довольно логично потому что у нас как устроены вообще дробные части а альфы да вот у нас есть там окружность длиänger до 1 вот и мы на нем наматываем нитки длины альфы да вот я рисовал эти окружности надо бить не они идут вот вот так да 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 потом там тут приходят иначе начинается по новой вот ну и не синий секрет что в среднем это все будет 1 2 для иррациональных чисел но я сейчас строго скажу вот а для рацио анальных даже чуть поменьше вот ну и значит ну да но рациональные зациклиться и будет по циклу бегать и все да да вот иррациональные это эргодическое до свойства там перемешивания полного она все по окружности перемешивается равномерно и будет 1 2 очевидно вот да непрерывная плотность и мы хотим сказать что вещь типа альфа на n плюс 1 пополам дробная часть так давайте просто запомним что случай целого альфа мы уже разобрали там только четные остались вот да ну то есть вот такое выражение да она же бывает больше 1 2 ну наверное бывает давайте смотреть если альфа иррациональная то это очевидно потому что у нас множество дробных чтей но вот всюду плотно да вот на этой окружности мы не надо пояснять да 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 если альфа рациональная и не целая то это но грубо говоря п на q вот и мы получаем п на 2 q на n плюс 1 вот ну собственно альфа мы выбираем сами да ну большое но берем сами да да вот но если у нас это не сократимая дробь то мы просто можем домножить на что-то чтобы остаток у п на n плюс 1 по модулю 2 q был таким вот да просто и минус 1 вот если п даже сократится на двойку там вот и то есть вот так вот тогда то нам без разницы мы просто говорим чтобы там п на 2 на n плюс 1 было там сравнимо тоже с минус единицы по модулю вот да и если у нас q не равно двум вот то остаток минус единицы уже автоматически больше половины факт да вот а если q равно двум то у нас просто надо на 2 не должен делиться потому что нас п на q не с не сократим и вот такие какие-то случаи несколько таких случаях но они все призваны сказать одно и это же что это предел альфа не целая то существует n сколь угодно большие вот такие что дробное больше чем одна вторая строго да а этот предел равен вот рой или меньше это предел не больше чем 1 2 для любого рационального он не больше до всегда для любого рационального не больше для ирации она ну да и в целом все да слушай такая да идейно на и более прозрачно это это там еще можно как-то по-другому играть вот этими выражениями типа взять там условно мы же для всех n это знаем ну да давайте там n n плюс 2 по n плюс 1 подставим сюда вот получим там альфа на n плюс 2 вот так равно та же фигня только заканчивается на еще одно слогаемое вот что 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 как интересно подожди разве сейчас вот это я просто вот уже поставил n плюс 1 так они ну да 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 вот а потом вроде бы можно как-то из этого вычесть это и поиграть вот но я сейчас не буду ну ладно потому что я нет любом случае вот это совершенно понятно то есть да это вот средняя при стремится к бесконечности исчисляется да слушай класс супер три задачи разобрали ну потому что весь этот международ вот про это что как вообще вообще да как ощущение расскажите не было вот было очень тяжело потом немного стыдно но а сколько ты решил задач 44 да вот без 3 6 до без 3 6 и это была уже золотая медаль на этом году а вот так да я в камбалке обнаружил ваню часовских но он как-то не он уклонился от разбора задач я думаю ну ладно мы разберем это самое может он как-нибудь все-таки 3 6 разберет не знаю но пока сложно как-то не другой разбить другой мышление фантастическое то есть там будет сложно воспринимать его идея потому что они на очень высоком уровне где-то витают да 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 ну что же спасибо последний геома да когда там четвертый геома было сюда да ты ее решил но сейчас него или ты помнишь как как хотите очень если помнишь что разбирай то что время то есть ну мы что да мы очень быстро разобрали есть ее помнишь то что я ее не помню вообще я пожалуй помню вот геому не не умею поэтому я даже не не я тоже во второй день вообще чрезвычайно неудачно подошел то есть давайте трепку то есть я тоже где-то полчаса пилил вращение туда ну то есть просто вот такие время потери сплошь сплошные а где проходил олимпиаду в петербурге в петербурге петербурге до писали ну мы да ну да в петербурге да и значит кроме вани вот так в целом всех задач никто да уже не решил да нет были уже пробелы но там у вани по шестерке как я помню до двух местах это там с недочетами да ладно это но это так до 40 баллов и из и 42 это уже тоже все да я там видел там третье место 38 идет уже то есть уже какие-то существенные ошибки да значит эти 3 6 оказались совсем на гробовые или до 3 6 да они не решили загробили загробили межнар загробили с геометрии там что-то было на уровне того что вписанная окружность а когда ты увидел решение 3 6 у тебя было чувство что ты мог его решить или не было 3 не было во вообще то есть она алина 5 абсолютно не в ту сторону копал а шестое было очень явно я явно то есть меня мало того что по 6 частичные стоят а так так и еще и я понял что я вот просто начал раскручивать финальную день мне там одна осталась идея вот но я просто честно говоря запутался тебя так микросхемы сгорели ну что это произвольный и остроугольный треугольник да даже не острым произвольный все равно еще вот вписанная окружность отмечаем вот эти вот знаменитые точки которые диаметрально противоположные точкам касания вот который там на на гелянах лежат ну и неважно в данном случае вот и про проводим них касательно так вот ну это касательно и про параллельный сторонам понятно да вот у нас получаются две какие-то точки да 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 немножко более параллельно нарисуем да так ну ладно представим еще середина дуги в описанной окружности наверное нужно начать обозначать точки а то будет туго и возможно это с немножко цветной фломастер ну насколько они живы так так это середина дуги но она мне не очень посередине центр и до возначил да да так будет середина дуги вот бисектриска там как-то идет да да бисектриса угла так это у нас будут точки п и q а так и сейчас мне нужно будет вспомнить что вообще нужно было доказать я помню что там был угол вот такой угол п q с да так вот туда вот этот да давайте его вот так нарисуем а я пока подумаю чуть-чуть а он тут не не здесь дали же не он вообще не на перед прямой так я к сожалению а мы можем посмотреть до обратиться до за интернете посмотреть условия не можем нет разряжен мой так телефон и значит я помню что нам нужно было отметить середины чего-то и и померить какой-то другой угол я могу попробовать вызвать на своем компе интернет попробуйте сейчас тогда так мировой а мне о можно интернетик на секунду если не сложно там значит одну задумать там быстрее идем чем а все а вспомнил да а все значит так я прошу проращения и отлично все середины сторон были вот ох ох как много всего так можно цвет держи вот и второй уголка который нас будет интересовать м и н ухты так и якобы у них сумма 100 180 это надо доказать а 180 ну что тут можно сказать если у двух углов сумма 180 то какие-то где-то существует . в которой вписано значит это создает 180 градусов еще вписанный четырехугольник на тут это хлопот доставила вот так ну значит так мы видим к или какую-то такую естественную симметрию который вот эти две касательные получаются из этих двух относительно центра окружить просто сейчас до относительно центра так . с не будет мешать она она просто помешает сюда да переедет вот . с перенести . с переехала вот ну и давайте просто вот эту конструкцию из четырех касательных уже до ромба доделаем до полноценно вот ну то есть он а как так 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 значит у нас есть четыре касательных да сейчас это перпендикулярные ой параллельно да 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 параллельно просто ром да ром в него вписался вот да у него центр и вот не синить не секрет что центр лежит на диагонали вот ну и является их серединами засловно вот ну то есть вот . а штрих и и назовем вот она такая что и это середина просто до отрезка вот теперь начинаем собирать урожай уже уже да вот у нас вот это бисектриса угла да конечно вот ну и конечно противоположный угол в ромбе такой же те же самые да а это середина дуги где середина дуги вот с с середины и да вот да и середина дуги да выбираем дугу да да дугу просто она бесполезная по большому счету так а полезно то что раз этот четырехугольник вписаны вот то у нас стандартно вот эта пара углов равна и вот это это просто вот факт общий вот ну и чем мы видим на этой картине дополнительно привлекательного мы видим через четыреугольник bps штрих в котором до два зеленых равны два зеленых равны оба на чертежность садим на окружность да правильно так это в обе стороны да естественно верно да если две окружности появились цикл с садим вот а нам нужно было считать я напоминаю угол pqs да 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 именно такой точнее ps ps q вот да но он составлен из двух понятно каких углов которые можно исписанности считать вот из такого у нас здесь потому что внешний угол сейчас интересно сейчас это что за факт но у нас сумма противоположных 180 вот то есть этот равен внешнему да правильно вот согласен и второй угол составляющая часть вот он живет вот здесь да вот да и тогда мы получаем что у нас по сути угол ps q да это сумма вот этих двух углов они в одном треугольнике то есть до ps q плюс угол b а штрих c да верно 180 верно факт факт а вот так а теперь раздуваем в два раза все раздуваем сдуваем это сюда это сюда когда этого догадаться вот как вот это как это все решили да не просто но у нас в серии все решили как вот я не как вот как люди вообще догадываются до решений в геоми вот теперь да все видно и все очевидно но как эти построения можно было выполнить недаром мы занимаемся готовить да это круто слушай ну спасибо огромное это просто супер все разобрали все кроме 3 6 то все которые ты решил да здорово так вот это мало получилось не ну слушай отличная это самое концентрированная будет передача спасибо тебе огромное и удач дай бог есть на следующий попадешь да удач на следующем всем маткуль пока